Бить сколько угодно и при этом стоять. Но это касается как раз в основном вот таких ударностей. Обратите внимание, у меня вот полное ощущение, что японцы его немножко побаиваются. Он от него пятится, не отходит, а пятится. А то есть доходит до нужного его состояния, называется прилетали. Но японцы, посмотрите, сейчас немножко так уже активизировался. Папа! И бета любых ударных, по крайней мере, видов в единоборствах. Ударил, ударил. То есть одинок. Вот в принципе так все и надо делать. Вот обратите. И дальше включается резко. То есть не тратит, не делает лишних никаких телодвижений. И вот опять и входит потенциальных соперников, потенциальных противников как раз. Молодец сейчас. Японцы активизировался, сказали добавить скорости, он это и делает. Да, именно это, собственно, против своего оппонента делать не надо. Это единственный рецепт, согласно которому он сможет победить. Но мне, друзья, это немножко не по правилам. Хорошо, хорошо, хорошо. Это железно. В скорости японец стал чаще попадать по оппоненту. Поскольку там или ты предлагаешь свой, или тебе предлагают, что не успеешь. Ой-ой-ой. Ну, довольно лихо зато встречает. Ну вот. О-хо-хо. Попал. И в обратную сторону. Заставить поверить своего оппонента, что он будет постоянно бить его как раз вот этим мобилем. И вот, домолачивание. Нет? Нет. Но все равно там удары прошли очень тяжелые. Фасату. Очень тяжелые. Извините, вот темп. Другой дом, насколько у тебя на это хватит. Вот может быть действительно имеет смысл постоянно. А то, если попадешь один раз так, что соперник хватит. Он же все-таки тоже из плоти и крови. Он сейчас быстро начинает. И потом сил уже может не хватить. Без захватов. Что-то сейчас я не узнаю уже. Попал. Посмотрим, нужно вы. И теперь можно и повязать соперника по рукам и ногам. Да, япония сдавается так. Битва. Никогда не сдаюсь. Это правильно. Это очень хороший принцип. Лидко бросаться, ты уж не знаю. Мы-то не лезем. Собственно, вряд ли, дорогие друзья. Опа! Вот это да! Вот это да! Вот, пожалуйста! Вот. Йосихиро Сато срубает. Вот он! Обратите внимание, падает. Просто вот. Знаете, вот как сваленное корабельное сосла. Все, руки опустились и все. Только сил хватило, чтобы упасть. Вот они, опущенные руки, к чему ведут. Тоже наглядная иллюстрация. Поклонникам единоборств, бойцам, что бывает. Еще раз повторяют. Вот этот завершающий удар Йосихиро Сато. Посмотрите на его рекорд. Вы сами все поймете. 217 побед. Столько просто не живут. Согласитесь. 21 поражение, 12 ничьих, 35 побед. У Кёля 7 поражений. Одно из них, кстати, пришлось на поединок с Джабаром Аскеровым. Все, конечно, помнят тот бой. И Джабар очень хороший поединок тогда показал. И равно как и Кёль. Но тогда россиянин был объективно получше. Кёль очень много выступает и по Кей-1, и по тайскому боксу. Изначально он является представителем Муай-Тай. Начинал свою карьеру по другим правилам. По правилам К1. Что касается Буакао Бан-Чамека, то, как всегда, он проводит очень много поединков. В 2013 году много бился. В 2014 также немало поединков провел. Кстати, он выиграл у Виктора Нагбея. Того самого, который, в свою очередь, победил Артема Пашпорина. И которого мы сегодня видели уже. Но в этом весь больными битами. И то вряд ли получится. Его можно перебоксировать. Хотя это тоже будет сделать очень сложно. 20 секунд до завершения первого раунда. Пока что очень напряженным он получается. Энрико Кёль, кстати, выигрывал различные медали на турнирах по тайскому боксу любительских. Я имею в виду. Так он был бронзовым призером чемпионата Европы в Турции. На самом деле, компризером по любителям это очень большое достижение. Потому что там компания «Будь здоров!» подбирается из россиян, белорусов и украинцев. Ну, плюс еще бойцы из Таиланда присутствуют, безусловно. И занять там третье место, на самом деле, это очень большое достижение. Бла Као Бан Чамека, национального героя. Посмотрите, насколько мощен Бла Као. Иногда Энрико Кёль в него втыкается и отскакивает, как мячик от стенки. Бла Као Бан Чамека бился со всеми лидерами данной весовой категории. Еще раз подчеркиваю, давно выступает. Двукратный победитель турнира Key One World Max. Неоднократный финалист данного турнира. Многие помнят поединки Бла Као Бан Чамека с Энди Сауэром, которые складывались по-разному. Снова некоторое подобие скрутки в исполнении Бла Као Бан Чамека. Очень жестко бьет Таец по своему обыкновению. Но Энри Ка Кёля, конечно, такими вещами не испугать. Это как минимум попадает слева Кёль. Энри Ка Кёля, но подхватил ногу соперника Буакао. Хорошо опрокинул он немца. И вот так активно стал работать Буакао. Поактивнее стал включать ноги. И попадает руками Таец. Ну вот такой сейчас небольшой сумбур царит в ринге. Но опять же, да, здесь это обусловлено тем, что оба бойца являются представителями тайского бокса. И вот это положение, в котором они каждый раз сходятся, в котором они сходятся, оно им очень привычно. Это клинч, но здесь от кого работы в клинче нет. Еще одна вертушка Буакао готов к ней. Завершен третий раунд. И очень интересно, что скажут судьи. Потому что крайне ровным получился этот бой. И сложно отдать кому-то предпочтение. У судей будет сейчас крайне нелегкая задача, будем говорить прямо. Так что совершенно не исключен здесь дополнительный раунд, как мне кажется. Еще раз мы насладились лучшими моментами. Моментами этого поединка. Новым чемпионом турнира K1 World Max. И творит историю на наших с вами глазах. Он абсолютно лучший. Конечно, своеобразен и велик по-своему. И вот сейчас они сошлись здесь. Представители школы. Самые ведущие, наверное, школы мира. Таиландской Буакаф Порпорамук. И голландец Энди Сойер. Итак, Буакаф Порпорамук в бело-черных трусах. И Энди Сойер в черных трусах. Прежде он выступал в трико. В такой традиционной форме для K1 World Max. Очень терпеливый. Очень выносливый. Об этом... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот что такое Буакаф. Вот он каков. Прочувствовал дистанцию. Отошел от длинных прямых голландца. Голландца. Игнива. Бойцов Ничью. И решает третий орбитер. Бойцов Ничью. Бойцов Ничью. Айди Сау? Ha! Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 Продолжение следует...